Здравствуйте! Дорогие учащиеся, за лето вы отдохнули, подросли и стали шестиклассниками. Меня зовут Барбароша Оксана Валерьевна, я преподаватель теоретического лицея имени Антиоха Кантемир города Кишинева. И сегодня на уроке мы с вами рассмотрим основные задачи дисциплины гражданское воспитание на этот учебный год. Давайте вспомним, чему вы научились в пятом классе. Какие моменты были самыми интересными, запоминающимися для вас по предмету гражданское воспитание? Какие личные качества, компетенции были сформированы посредством уроков в пятом классе? Основная цель дисциплины гражданское воспитание состоит в формировании активного и ответственного гражданина, подвижника национальных, общечеловеческих и демократических ценностей. Предмет гражданское воспитание ориентирован на получение навыков, которые будут вам полезны в вашей жизни. Это свободное выражение своего мнения, эффективное общение и сотрудничество, изучение демократии через участие. Изучение предмета гражданское воспитание необходимо для общения между людьми с целью подготовки к семейной жизни, воспитания здорового образа жизни, планирования карьеры и жизни в обществе. В течение учебного года для подготовки юрного гражданина к жизни и в обществе национальный куррикул по этой дисциплине предполагает формирование компетенций по четырем разделам. Первый раздел – человеческое достоинство и права человека. И мы рассмотрим с вами такие темы, как права человека и права ребенка. Все люди равны в своих правах. Социальная и образовательная инклюзия. Школа для всех. Права в конфликте. Инструменты защиты и обеспечения прав. Ответственность. Раздел «Общение и конфликт». И мы рассмотрим. Ассертивное общение, активное слушание и наблюдение. Предотвращение и борьба с языком ненависти и яростью. Противоречивые проблемы – конструктивный диалог, мир и конфликт. Раздел «Социальное поведение», где мы рассмотрим правила социального поведения, социальное и антисоциальное поведение, проявление и влияние, виртуальное общение, достоверная и ложная информация, риски виртуального общения. В четвертом разделе мы с вами рассмотрим решение проблем класса и попытаемся определить проблемы класса, провести анализ и последствия проблем, отбор главных проблем, сбор данных и информации по основным проблемам, составление плана деятельности, организация мероприятия по презентации продукта, размышления и выводы о приобретенном учебном опыте. На уроках в течение года будут сформированы 20 основных компетенций, каждая из которых состоит из двух-трех дескрипторов. Дескрипторы представляют собой конкретное наблюдаемое поведение человека, и они будут записаны и представлены вашими учителями, которые будут наблюдать за вашим прогрессом в изучении предмета. Специфические компетенции для данной дисциплины взяты из рекомендаций по развитию демократической культуры, принятые Советом Европы. Таким образом, вы будете развивать европейские навыки, что обличит вам интеграцию в европейскую семью. Основное внимание в этой дисциплине уделяется формируемым ценностям, особенно ценностям демократии, справедливости, равенства, верховенства права, культурное разнообразие, человеческое достоинство и другие. На уроках гражданского воспитания будет происходить формирование важных человеческих качеств, таких как взаимовложение, гражданский дух, ответственность, терпимость и другие. Мы с вами будем развивать такие навыки, как аналитическое мышление, самообразование, сотрудничество, сочувствие к ближнему, важность принимать мнение других и ряд других вопросов. К концу учебного года вы будете способны продвигать идеи о том, что права нужны для того, чтобы каждый человек проживал в достойных условиях, соблюдая права других, сотрудничать с другими в целях разрешения конфликтов, проявляя открытость и сочувствие, проявлять уважительное отношение к вере, традициям и образу жизни других людей, подчеркивая их значимость. В рамках проекта обучающей деятельности потребуется еще больше участия учащихся. Деятельность закончится результатом, который будет представлен всем классам. Рекомендуемый результат проект «План действий по разрешению некоторых проблем класса». В предмете гражданское воспитание нет оценок, контрольных и проверочных тестов. Последний урок каждого раздела будет посвящен обратной связи и самооцениванию. В зависимости от количества сформированных навыков вы получите одну из квалификаций. Оценок «Очень хорошо», «Хорошо» или «Удовлетворительно». Всего в учебном году нас ждет 35 уроков, из которых 30% посвящены проектному обучению. С началом учебного года, дорогие шестиклассники, желаю успехов в приобретении новых умений и навыков. Спасибо за внимание. Жду вас на следующем уроке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok